Всем здравствуйте! Меня зовут Надежда. Если вы первый раз вообще попали на мой эфир или смотрите эфир в записи, то я занимаюсь вышивкой, обучением вышивки. И мы вместе делаем всякие разные интересные штуки, например, кошельки. Или вот сейчас собираемся, с завтрашнего дня у нас стартует группа по сове. Мы будем шить вот такую замечательную сову. Но не просто будем ее шить, а украшать ей еще пузико-вышивкой. Вот. И сегодня у нас эфир, ну, так сказать, подготовительный. Я расскажу, какие нам потребуются материалы, что вообще нам с вами будет нужно для совы. Вот. Потом поотвечаю на ваши вопросы, еще что-нибудь расскажу, как обычно. Но вот вышивать мы сегодня не будем. Вышивать мы начнем с вами либо завтра, если получится. Лучится эфир провести, либо в понедельник. Вот. Уже начнем вышивать сову. Как у нас вообще будут проходить занятия по сове? Все материалы у нас. Это выкройка, шаблоны прорези для вышивки. Собраны в закрытой группе. В нашей закрытой группе, да. Также у нас есть чат общения. Это целый закрытый профиль для маленьких курсов. Там же проходили кошельки, там же сова. Там же будут проходить кактусы. Ну, и все маленькие курсы будут в этой закрытой группе проходить. Часть прямых эфиров у нас будет открытой в большом профиле. Часть прямых эфиров будет в закрытом профиле. Каждый раз я говорю, где будет эфир. И записи всех эфиров сохраняются. И у вас в вашей папке, там же, где лежат шаблоны совы, прорези и вышивки, бонус фетровая сова, там же есть ссылка, будет ссылка. Сейчас ее там нет. Вот мы первый эфир проведем. И там же будет ссылка на закрытую папку Ютуба, где все эти эфиры будут сохранены и останутся вам навсегда. То есть все материалы у вас остаются в ваше навсегдашное пользование. Вот. Сейчас мы с вами поговорим о том, что нам понадобится для совы. Еще новости сейчас я сразу скажу, что у нас стартовала группа по ботанике. Там мы будем вышивать с вами сюжеты в лесном стиле. То есть в листном стиле, а сюжеты, посвященные лесу. То есть мы будем вышивать грибочки, птичек, веточки с листьями, ягодки различные, травинки, лесные цветочки. Большое внимание уделим различным вариантам вышивания мха. У нас даже будет целый конкурс на вышивку мха из самых необычных материалов. Подробно в прямых эфирах разберем варианты и способы вышивки грибов различных. И с такими шляпками, и с такими шляпками. Обязательно будет у нас полный разбор вышивки мухомора с папоротниками. Ну, в общем, у нас будет четыре сюжета, которые мы пошагово, шаг за шагом, под моим руководством все вместе вышьем. И это вот для начинающих прям будет идеально, потому что каждый стежок будет разобран. И для продолжающих, как говорится, когда вы справитесь с этими сюжетами, будут у нас прямые эфиры, ну, для, так сказать, более продвинутых. То есть мы будем разбирать, как мы вышиваем птиц, как мы вышиваем зверей, как мы вышиваем грибы, как мы компонуем наши сюжеты в одну большую композицию. Также с вами нарисуем каждый свой большой такой круг, круглый сюжет, да, обруч времена года. То есть вот у меня такая идея сделать времена года. То есть мы подберем подходящие материалы, скомпонуем их так, чтобы у нас получился такой вот сюжет времена года. Это мы все сделаем на прямых эфирах. Вот, то есть часть материалов будет у нас записана видеоуроками. Там будут разобраны все стежки, все швы, вот все-все-все, все, что нужно для начинающих, все будет пошагово, прямо вот четко разобрано. И, соответственно, для расширения кругозора мы построим различные сюжеты на тематику лесной ботаники. И посмотрим вообще, как пользоваться материалами из интернета, из книжек. Вот мне сегодня как раз пришли замечательные книжки, новые книжки. Вот такая по птицам одна пришла книжка. Сейчас я жду книжку по бабочкам. И еще пришла по папоротникам и травам книжка по злаковым. Вот, и мы с вами посмотрим, как вот брать из такой книги, ну из любой, их много всяких разных. Вы можете даже брать детские там книжки «Я познаю мир», да, с картинками. И мы просто будем прям вот брать сюжет и разбирать, как его можно вышить. Да, какими приемами, какими техниками, на что вообще обратить внимание. Вот об этом мы тоже будем говорить на курсе. Всяких птичек, животных. Такие вот у меня еще есть книжки с растениями. Я их заказываю у одной девочки. Она занимается антикварными такими книгами. Вот, у меня уже больше, наверное, шести таких книг. И они очень помогают в работе. Так что, если у вас есть возможность, то рекомендую. Есть наши аналоги, называются «Определители растений». И еще «Мир родной природы», что ли. В общем, из серии, знаете, школьных пособий для изучения окружающего мира для детей. Вот, у нас девочки в чате делились этими книжками. Я вот сама хочу завтра, я, наверное, еду в город, заеду, посмотрю в магазинах, книжных, что вообще есть на эту тему в нашей библиотеке, в наших русскоязычных изданиях, скажем так. Вот, ну, я буду, будем надеяться, что все, кто хотел присоединиться, к нам присоединились. Я сейчас переключу камеру на свои руки, буду рассказывать про материалы для совы. Если у вас есть вопросы, задавайте, я на них отвечу. Мало ли там вопросы по курсам, по ботанике, по сове, я буду параллельно еще отвечать на вопросы ваши. Потом вернусь, верну себя, и мы еще поговорим, если у нас останется время. Так, вот, ставлю камеру повыше. Значит, что нам понадобится для такой совы? Она достаточно крупная. Вот у нее такое крупное пузико. Такое вот прям крупное. Это выкройка уже. Выкройка вам дана в закрытой папке. Вы можете ее распечатать, скачать, распечатать, вырезать. Там полномасштабная выкройка. Ничего вам увеличивать уже не надо. Просто распечатать и ей, собственно, владеть. Вот вторая часть голова у меня куда-то убежала. Ну, собственно, ладно. Значит, что нам понадобится? Для вышивки пузико нам понадобится какая-то нейтральная ткань. Либо с неярким рисунком. Возможно, может, какая-то такая, да, где рисунок неяркий, не выдается. То есть там цветочек нам, конечно, наверное, не подойдет. Но можно какую-то еще вот такую ткань, да, где неяркий горошек. Вот такой вариант. В общем, смотрите, что у вас есть дома подходящего. Да, можно взять вот это ткани для пычворка. Потом нам нужно подходящую еще ткань для головы. То есть одну для пузика для вышивки, одну для головы. Крылья можно сделать из фетра, а можно сделать тоже тканевые. Это мы тоже с вами как-то вот подбираем. Вот. Ой, это у меня рисунок такой тут. И еще нам понадобится фетр. Фетр нам понадобится в цветах наших тканей для вот-вот как бы подглазин. Их мы еще вышьем с вами дополнительно стежками. Белый и черный для глаз. И немножко коричневого для клюва. Если у вас нет коричневого фетра, да, то его можно опять же заменить коричневой тканью. Просто подошьем и набьем немножко. Будет у нас симпатичный клюв. Для хвостика и лапок можно взять какую-то отдельную ткань. А можно, например, то же, что и для головы. То есть, в принципе, мы можем обойтись тремя тканями. Вот. Либо взять там четыре, если вам так захочется. То есть побольше ткани. Вышивать мы будем вот на этой части, на пузике. На этой части. У вас уже в папке есть прорези шаблонов. Значит, что мы делаем? Мы берем тут нейтральную ткань, которую мы выбрали для пузика. И переносим на нее сюжет. Вот здесь у меня перенесен сюжет ромашки. Ромашки мы не будем вышивать в прямом эфире. Мы их разбирали в кошельках. Мы с вами начнем с цветочного сюжета. Сейчас я его вам найду и покажу. Сначала мы вышлем цветочный сюжет. Потом мы вышлем с вами сюжет с грибом и папоротниками. С папоротниками сейчас что-то нету под руками. В общем, цветочный сюжет. То есть вы его переносите. Вот, выбрали вашу ткань. Переносите на ткань. Можно с помощью стекла, если у вас ткань достаточно прозрачная. То есть можно перевести. Либо с помощью копирки. Но копирку сильно не усердствуйте. Ее потом трудно отстирывать. Вот. Можно нарисовать сюжет самим. То есть взять образец и кто умеет срисовывать, срисовать его на эту часть. То есть смотрите, да, мы отделяем крылья. То есть вот мы обводим наш сюжет. Отделяем крылья. Крылья. И переносим сюда. Здесь уже видите, он дан без крыльев сюжет. То есть вы его просто переносите. И мы начнем вышивать. Значит, какие нам понадобятся цвета. Я предлагаю вам взять какой-нибудь один мультикалор. Если у вас есть. Если нет, то заменяйте любыми другими цветами. Ну вот, что я сюда планирую сделать. Я планирую взять вот такой вот мультикалор. Очень он мне понравился. Это 4505. У нас девочки вышивали им кошелек. И прям он мне очень понравился. Очень здоровский. Вот. Я его и возьму. Чем можно заменить? Можно заменить гаммовским P13. Если у вас нет ДМСа, нет возможности купить такой мультикалор. Не переживайте. Заменяйте смело тем, что есть на сюжет. Это никак не повлияет. Красоты его не испортят. Можно будет заменить еще вот таким вот гаммовским P13. Здесь повеще будут переходы. Вот. Ну или можно, конечно, заменить P40. Но это будут совсем такие розовые листья. Не знаю, насколько вам это будет интересно. Если у вас есть анкор, то анкоровский можно взять 1353. Вот. Если анкора и ДМСа нет, то вот можно какой-то из гаммовских взять. Это не принципиально. Здесь нам главное сам сюжет. Вот. Дальше что еще? Какие цвета нам потребуются? Дальше нам еще потребуется для клевера нам потребуется светло-розовый и поярче розовый. То есть два розовых оттенка. Вот я беру просто для пробы. Я буду вышивать, скорее всего, другими. Но вот вы можете себе цвета посмотреть. 3011 и 5217. И ориентироваться на них. Вот. Если у вас есть такие. Если нет, подбирайте прямо из своих запасов. Я вот всегда рекомендую подбирать из того, что у вас есть. У вас ведь наверняка есть какие-то остатки от наборов для вышивки. Вот можно оттуда подбирать, как бы и не париться. Значит, для клевера, для зелени можно какой-нибудь зелененький подобрать нам нужно. Так, он у нас такой достаточно. Клевер. Но опять же, да, я вот буду подбирать вот к этому. Соответственно, если вы заменяете мультикалор, то вы можете подбирать цвета под ваш мультикалор. Значит, если вот, если прям под этот, то я, наверное, розовый бы другой взяла. Вот такой вот, чтобы здесь сочеталось. Ну, в общем, про цвета я еще буду подробно говорить, когда мы будем вышивать. В общем, вам надо два розовых. Один мультикалор мы вышьем вот эти веточки. Розовые у нас головки клевера. Зеленым, ну, каким-то вот из этих двух оттенков, очень симпатичные. Можно вышить листья клевера, можно что-то подобрать поспокойнее. Вот в таком стиле. Просто у меня не все цвета есть в банке в моей. Какие-то цвета у меня развешаны. Тут не очень удобно подбирать. Ну, да, вот такой какой-то очень хорошо подойдет. Вот 31,55, например. 53 возьмем для оттенков. Один для... Это у меня зверобой продырявленный. Для него мы какой-то оттеночек потемнее возьмем, поярче. А можно как-то даже вот такой, например, взять. 31,71. И ярко-желтый для наших цветочков. Если есть, то тоже возьмем два оттенка, потемнее и посветлее. Вот 0,4. Можно взять 0,2 или 0,1 еще. Не знаю, есть он у меня. Вот есть какой-то. Вот еще даже поярче есть. Вот можно вот такой еще поярче взять. Такой побледнее. В общем, поиграть можно еще с зелеными. Какой-то вот такой оттенок. В общем, что нам надо? Нам надо два желтых. Потемнее, посветлее. Буквально там 3-4 зеленых, сочетающихся между собой. Пара розовых. И один мультикалор. Как-то вот так нам достаточно будет для этого сюжета. Я почему не люблю давать какую-то определенную цветовую палитру, потому что тогда у всех получается одинаково. А когда каждый берет какие-то свои оттенки, получается интересно и у всех по-разному. И это очень здорово. Ну и опять же, да, подбирайте цвета под свои ткани. Вот под мои ткани, которые я вот запланировала. Я тоже еще, кстати, не знаю, какими конкретно я буду шить. Потому что художник такой человек, что он может передумать в любой момент. Поэтому я всегда даю там с вариантами. Вот у меня есть вот такие вот подобранные кусочки. Кто-то из них пойдет, что-то не пойдет. Что-то на лесную сову пойдет. Да, вот как я делаю. Да, я выкладываю тканюшки, которые я приготовила. И на них уже выкладываю свое мулине. И смотрю, сочетается или не сочетается. Ну вот здесь сочетается. Вот все у меня в принципе хорошо. Все хорошо получается, сочетается. Вот вы, соответственно, тоже сделайте. Возьмите свои ткани. Возьмите выбранные мулине. Вот так приложите. Давайте я зафиксирую все номера, чтобы вы примерно ориентировались. Я понимаю, что многим очень сложно ориентироваться в мулине. Его очень много всегда. Особенно тяжело новичкам. Вот новичкам, особенно тем, кто вышивает крестиком, я рекомендую брать остатки от наборов и искать то, что вам подходит. Это вот самая лучшая практика в подборе цветов. Это брать то, что у вас есть и смотреть, как это все сочетается. Вот я так выложу. Замру. Приближу сейчас. И замру, чтобы резкость навелась. И вы все увидели. Если вам номера цветов видно и все четко, все хорошо, поставьте, пожалуйста, мне сердечко. Я вижу быстрее, чем ваши комментарии, что все окей и мы можем продолжать. Я немножко жду вашей реакции, что все окей. Вы записали себе все номера, все увидели. В принципе, потом можно будет посмотреть еще раз и переписать себе номера. Либо посмотреть на YouTube. Этот эфир останется на YouTube насовсем. И там переписать себе номера. Спасибо большое за ваши комплименты. Вот. В общем, подбор цветов у меня проходит так. Но на самом деле у меня он проходит еще проще, потому что у меня есть уже вот такие вот палетки с моими цветами. Я вот беру палетку и выбираю что-то из нее. То есть не залезаю каждый раз в банку с мулине. Там оно у меня такое, знаете, для фотографий. Для фотографий, для составления палитры. Сейчас вот у нас стартует курс ботаника. Завтра я поеду в магазин докупать недостающие в палитру по ботанике, чтобы вот так вам красиво выложить, сфотографировать ее, чтобы было все прям очень красиво. Вот. У нас в каждой группе есть своя цветовая палитра, в которой, собственно, мы работаем. Туда входят обычно... Ну, вот я ее составляю из мулине гамма. Те, кто в другом мулине работает, можно перевести по таблицам перевода. Но смотрите, чтобы... Ну, об этом я расскажу на ботанике. Вот. Там есть нюансы. Вот. Значит, примерно вот столько цветов нам понадобится на сову. Нам понадобится 3-4 ткани. Вы выбираете по своему усмотрению. Да, можно какие-то такие интересные выбрать. Но это лучше на голову, чтобы у нас... Видите, вот рисунок достаточно насыщенный. Вот, чтобы он не отвлекал нас от вышивки, мы эту на пузико ткань не используем. Но вот на голову, например, почему бы и... Почему бы и да. На голову совы. В общем, смотрите, что у вас есть в запасиках. Подойдет любая хлопковая, льняная ткань. Возможно, ситец. Если ткань очень тонкая, то я рекомендую ее проклеить изнутри, с изнанки, каким-нибудь тонким флизелином. Чтобы она поплотнее была. Потому что тонкая ткань будет плохо держать набивку. У вас набивка может пойти целлюлитом. Это не очень красиво. Но вот, чтобы от этого избавиться, можно просто проклеить ткань флизелином. Либо взять два слоя ткани и кроить сразу в два слоя. Вот. Вот такая сова. Вот. И, соответственно, к понедельнику. Давайте все-таки на понедельник договоримся. А завтра, если удастся мне выйти в эфир, мы поговорим еще раз про идеальную изнанку. Продолжим наш сюжет. И еще что-нибудь придумаем интересное. Вот. Вот такой сюжет мы начнем вышивать. Следующим, в понедельник. Уже приходите с переведенным сюжетом. На ткань приносите мультиколор. Мы начнем с мультиколоровых веточек. Вот те, кто был в кошельках, можете уже их вышивать. Потому что они у нас по тому же принципу, как вот на этом кошельке. Мы вышивали веточки. Они такие же. Вот. Кто вообще только присоединился к моему профилю и первый раз вообще смотрит, мы совсем недавно закончили курс по вот таким кошелькам. Курс доступен к покупке. Вы просто получите все материалы уже в записи. Но после совы мы с вами снова соберемся в кошельках и будем строить кошельки на полукруглые фермуары. То есть вот на такие вот фермуары. То есть в первом раз мы занимались прямыми, прямоугольными фермуарами, то в следующем мы займемся тем, чтобы вам строить на круглые фермуары и сошьем какую-нибудь симпатичную сумочку. Я даже вам дам спойлер. Она будет с элементами объемной вышивки, то есть с элементами группы розы, которая у нас сейчас идет. Мы активно вышиваем. У нас там есть всякие разные красивые объемные цветочки. И вот с какими-нибудь вот такими, либо анимонами, либо ленивой розой мы с вами сделаем кошелек. Мне кажется, к весне будет прям здорово. Такой кошелечек с такими розочками. Будет прям супер. Надя, хлопок для пычворка проклеить флизелином или он достаточно плотный? Нет, хлопок для пычворка ничем не надо проклеивать. Он достаточно плотный. То есть в розах у нас в первом уроке был вот такой сюжет. В первом уроке у нас были маленькие сюжеты. Их было четыре. Вот два из них вот такие. Это у нас в группе розы мы разбираем. Вот. Но вот настолько меня вот этот сюжет увлек, что я хочу его повторить на сумочке для вас. То есть мы вышли маленький кошелечек такой с полукруглым фермуаром с такими розочками и большую такую сумочку вместительную ну, с каким-нибудь другим сюжетом. Так что если кто-то еще не присоединился к группе по кошелькам, у вас есть прекрасная возможность это сделать. Пока мы вышиваем сову заняться прямоугольными фермуарами, а потом все вместе полукруглыми. Для присоединения пишите ко мне в директ после эфира. Вот. Вот этот вот сюжет мы вышьем. И в следующий понедельник мы уже приступим ко второму сюжету. В понедельник и четверг мы будем вышивать второй сюжет с мухоморами и папоротниками. Там, возможно, нам побольше времени понадобится. И шить сову мы уже будем в закрытой группе по четвергам. Но не на этой неделе, а на следующей неделе, чтобы вы уже успели дошить, подготовиться. Вот. Я вам в закрытую группу ролик по подготовке пораскрою, сделаю в IDTV, чтобы вы не ждали эфира, а готовились. И шить мы вместе будем в закрытой группе. А можно хэштег общий, чтобы солушек посмотреть и полайкать? Да, конечно, у нас будет, как всегда, у нас есть хэштег «вышиваю кошельки с Надин», будет «вышиваю сову с Надин». В общем, хэштеги вы уже сами можете понимать, как он будет выглядеть, но я обязательно напишу. Да, я надеюсь, что совы будут прям вообще волшебные у всех. И заодно вы попробуете, что такое лесная вышивка. У нас один сюжет. Где же он у меня? Где же, где же? Сейчас, видите, не найду. Видимо, я его не убрала в папку, а убрала. А, вот он, все, нашелся. Нашелся сюжет мой. Вот такой вот будет у нас сюжет. Я его немножко тут... Ну, в общем, вот, у нас будет ветки папоротника. Две большие, красивые. Один папоротник, который еще не... Тут я его неправильно нарисовала, мы по-другому его будем вышивать. Я, наверное, даже переделаю вам этот сюжет. Хвощ сделаем, вышьем. То есть он тоже интересно вышивается. И сделаем один мухомор. По-простому его вышьем, чтобы все новички справились. Вот такой вот у нас будет сюжетик. И заодно, как бы, мы здесь немножко почувствуем лесную вышивку. Потому что в лесной вышивке у нас будет сюжет мухомор будет покрупнее. Мы его сделаем очень детальным. Тоже будут папоротники, тоже будут мхи. Еще будет мох у нас очень красивый. Вот по мху у нас будет вообще конкурс даже. Потом поделимся с вами результатами. У нас в ботанике лесной планируется внутренний конкурс по мхам. Вот, так что и победитель получит приз. Даже денежный, скорее всего. Вот. Будет у нас интересная такая движушка. Потому что хочется как-то вот двигаться. Не просто вышивать, а еще и что-то интересное делать. По розам будет ли еще курс? Ну, да, будет набор по розам. Я сейчас как раз вот сегодня мы с девочками, я им рассказывала, что будет у нас по розам в ближайшее время. Настолько у меня получаются в этих розах классные сюжеты, что мне не хочется их, как говорится, хоронить и отдавать только одному потоку. И я приняла решение, что этот поток я как бы продлю. То есть раз в три месяца буду набирать новую группу для обратной связи. Ну, а, соответственно, все, кто уже в розах, у вас доступ к материалам год, и вы будете, ну, все они получат доступ и к следующему потоку, и к третьему потоку. То есть до конца года, пока у вас есть доступ в эту группу, вы будете получать все материалы всех потоков. И, соответственно, все потоки будут получать материалы предыдущих потоков. Ну, эфиры какие-то дополнительные, возможно, уроки, прорези, и все вот это будет. Вот, потому что настолько оно получается классным и универсальным, что выдумывать что-то другое уже, как говорится, ну, нет смысла, да, а учиться будем на тех уроках, что вот сейчас я готовлю. Один урок уже готов, там четыре сюжета в одном уроке. Следующие, ну, я даже вам уже открою, покажу. Тайну, так сказать. Это уже не тайна, это уже явь. На следующей неделе, ближе к концу недели, вот такой сюжет мы будем в розах разбирать. Вот, и он будет в трех прорезях, то есть один сюжет, но будет три прорези. Одна вот такая для подушек, для подушек, для полотенец, в общем, вытянутый сюжет. Второй будет такой же, но углом, то есть там для, ну, для углового сюжета, для угла подушки, угла салфетки, в общем, еще для чего-то. А третий будет для сумочки, то есть он будет еще более вот так загнутый, то есть таким бумерангом, и его можно будет вышивать на косметичках и сумочках. И это все будет в одном уроке, то есть вышьем, разберем мы все элементы, все, как все это собирается, а потом вы его сможете вышить в трех вариантах. Вот, то, что вышивается одинаково, просто вот разные будут прорези. Вот, потому как я люблю универсальность, чтобы один сюжет разобрали, но потом могли его использовать много-много раз в разных вариациях, в разных всяких ваших изделиях. Потому что под кошельки у меня просили сюжет, и вот он как раз будет, он вот этот самый крупный, самый крупный, остальные будут чуть поменьше, и вот, ну, примерно вот, не под такой, а под чуть длиннее. То есть это у меня 12,5 см, а у меня есть, по-моему, 15 см фермуары, и вот под них будет как раз вот этот вот сюжет. Ну, а дальше распечатывая его побольше, поменьше, вы сможете его подогнать и под более маленькую сумочку, и под более крупную. Вот, такие новости. Так что следующий набор в розы будет, ну, все равно он будет не раньше мая, вот, потому что сейчас я хочу с этой группой отработать по полной программе, а то мы немножко затянули со всеми этими болячками. Хочется вот им отдать все, что хочу отдать, и потом уже запускать следующий поток, потому что новички, надо будет эфиры проводить с самого начала все. Вот сейчас мы вышиваем венок из роз, все эфиры останутся в доступе, а со вторым, к следующим потоку, мы будем вышивать какой-то новый сюжет, но не менее красивый. Вот, такие новости по поводу роз. Но если вот вам прямо сейчас хочется зайти в розы, то, конечно, пишите мне, заходите, будете просто в своем темпе догонять группу, смотреть эфиры по эфирам, или все, смотреть эфиры по ходу действия. Мы просто уже достаточно много вышили, то есть мы здесь уже сегодня вот зеленью занялись, уже часть разобрали, на следующем эфире мы будем сирень вот эту вышивать. Но все эфиры в записи есть, все элементы разобраны в IDTV и в уроках в хорошем качестве, так что все, как говорится, всему можно научиться. Главное приложить немножко желания. Кто ко мне тут пришел? Я прошу прощения, ко мне тут кудряшка пришел. Что ты хотел, друг? Будешь суп? Суп? Нет, не буду. Вы с папой суп пошли кушать? Да. Хорошо, идите кушайте с папой суп, а потом мы с тобой поиграем. Я сейчас эфир закончу, папу мы отпустим по делам. Мам, ты будешь съесть суп или не будешь? Я пока не хочу суп, я пока в эфире. А когда я выйду из эфира, я подумаю, хочу я суп или нет. Хорошо? Я не могу сразу думать о супе, я об эфире и об розах. Тут у меня ребенок пришел пообщаться. Все, ребенок? Можно в скалатку? Ты умылся? А мне папа на скалатку. Так, Тимофейка, давай мы закончим с тобой сейчас разговор, у меня эфир. Где папа у тебя? На кухню. Вот, иди на кухню. Тимофей, ты мне мешаешь. Я так буду очень долго эфир проводить. Я люблю тебя. Я тебя тоже люблю, друг мой. Все, давай, беги. Прошу прощения, минутка нежности. Вот, да. Кудряшка тоже всем передает привет. Пошел к папе на кухню. Вот, сбился, сбилась я с мыслей. А, про розы говорила. В общем, вот такие вот новости у нас в розах. Ну, как бы, то есть, первый у нас был поток роз вообще экспериментальный. А на втором вот потоке сейчас вырисовывается его структура. И вырисовывается она такая классная, что пока не хочется ее менять. Возможно, в следующем году я там что-то новенькое придумаю. Но вот пока. Пока так. Соответственно, кто сейчас присоединяется к розам, у вас доступ к профилю будет год. Не к профилю, а к геткурсу год. И все материалы, все прямые эфиры, все вы сможете в течение года со всеми потоками смотреть и получать в записи. Вот так вот. Такие новости. Так, если у вас есть ко мне вопросы, задавайте. Я вам на них отвечу. У нас есть еще где-то 25 минуток. Вот, потому что про сову я вроде все сказала, что хотела. Могу вам еще немножко лес показать. Лес. Видите, тут птички, грибочки, брусничка, веточки, кусочки ткани непонятные. Вот такие вот малюсики. Вот этот сюжет, это у нас из микровышивки. У нас был урок грибы, назывался. И вот там такой сюжетик был маленький. Он совсем маленький. Мы будем покрупнее еще-чуть вышивать. Опять же, сюжеты, которые мы будем вышивать в ботанике, они годятся не только для панно в пяльцах, да, они пригодят, ну, как бы, можно их будет вышивать на шоперах, на подушках, на тех же косметичках. В общем, они универсальны. Ну, и как, собственно, все. Я люблю, когда универсальные сюжеты, можно их вышить на разных частях, да, на разных изделиях и применять. Вышивка не должна лежать, должна применяться. Соответственно, если здесь есть из вас фанаты крестика, и у вас много накопилось вышивок крестиком маленьких, вот это тоже, кстати, из микровышивки, из последнего урока февраля, такой сюжет. У вас накопилось много маленьких выкроек, вышивок крестиком, приходите на курс по кошелькам. Мы там все эти ваши вышивки превратим в замечательные кошелечки. Вот, потому как будет один из разобранных вариантов кошелька, когда у нас, то есть сейчас мы кроили, когда вот был первый поток, у нас скроилась сразу вот передняя часть длинной полотнищем. А тем, кто вышивает крестиком, у них зачастую бывают вот такие маленькие кусочки, да, из них полноценный там кошелек двойной не выкроешь. Вот, а у нас будет с вами выкройка, что будет дно другого цвета, бока другого цвета, и, соответственно, задние и передние половинки можно выкроить бот отдельно. И вот для таких форм вышивки крестиком подойдут идеально, то есть она будет занимать переднюю часть, все остальное, другие части, и как раз можно будет оформить все ваши маленькие вышивки, ну, в кошельки и косметички, очень полезные изделия. Надя, просьба, может, не единственная, я желающе сделайте пост о книгах, у меня муж спрашивает, что на 8 марта подарить, вот хочу такой подарок. А про каких книгах? У меня просто много книг, я заказывала книги по вышивке, китайские, примерно вот такие вот, да, есть у меня вот такие книги по вышивке. Есть книги, которые к вышивке как бы вообще не относятся, но зато в них есть природа, да, вот как по птицам. Снегирии, тут семечки всякие, вот, книги по ботанике у меня есть. Сейчас придут по птицам, по бабочкам книжку еще жду, вот такие вот. Вот вам по каким книгам? По вышивке. Поняла вас. Хорошо, хорошо, тогда как бы сделаю обзор. Просто самая такая вот полезная книжка по вышивке, да, но ее уже, к сожалению, почти нигде нет. Вот такая вот. Здесь как бы разобраны швы, вот, то есть я ее тоже частенько пользуюсь, в плане, о, видите, у меня даже тут кошелек лежит, в плане посмотреть там, повдохновиться. Вот, то есть какие-то такие. Вот. И вот такие японские. Но вот в японских, точнее в китайских, я немножко разочаровалась, потому что вот... Сейчас покажу. Вот, например, есть у меня две книги, да, и они копируют друг друга наполовину примерно. То есть они вроде бы как разные, но при этом вот сюжеты, вот эта роза повторяются у меня в двух или в трех книгах, вот такой вариант. И как бы достаточно было бы одной из них, да, как бы все три покупать как бы не обязательно. Вот. Как я предполагаю, они одного автора все, вот, но по-китайски я не читаю, поэтому определить, кто где какой автор, я, к сожалению, не могу. Вот у меня три книжки, и вот они все-все друг друга копируют. Хотя здесь, казалось бы, универсальная обложка, здесь нет универсальной обложки, но так получилось, что они прям вот копируют друг друга. Поэтому даже, как бы, не знаю. А, книга по цветам, все, поняла, поняла. Да, это очень хорошая книга, но, опять же, да, смотря для каких целей. Понимаете, вот универсальной книги по вышивке ботаники, к сожалению, нет. Придется, видимо, ее написать мной лично. Вот. Есть вот такая вот очень хорошая книжка «Оттеночное вышивание гладью». Давайте я сегодня ссылку на нее сделаю в сторисах. Что здесь в этой книжке хорошо? Как бы она сама про гладь, про классическую художественную гладь, которой, в принципе, как бы, ну, я не вышиваю. Вот. Учиться по этой книге очень сложно, потому что переводчик был далек от вышивания, и объяснение, конечно, оставляют желать сильно лучшего. Гладь лучше учиться у учителя, да, у человека, который вам все объяснит. Вот есть девочка-помаринка, и вот их компания, их там трое, они прекрасно дают гладь, вот за гладью, за классической, я рекомендую книгу. Чем хороша эта книжка? Вот она хороша вот этим. Здесь по ниткам ДМС собрано просто обалденное, как бы, я даже не знаю, как это назвать, в общем, даны растяжки цвета с номерами мулине. То есть, видите, да? То есть, вот вам, как вышивальщику, вот это бесценно просто. Особенно, если вы с ДМСом работаете. Мало того, что здесь дано вот по всяким, ну, такими лепестками разобраны, потом, что тут еще, чуть дальше идет по, вот, кораллово, по группам цветов, кораллово-красный, красный терракота. Вот каждый лепесток вышит разным, и вот здесь все номера цветов указаны, какой лепесток, чем вышит. И потом еще, вот так все по оттенкам, по группам цветов разобрано, вообще по всем. И потом подобраны, видите, белые натуральные цвета. Это, в общем, вот, хотите вы вышить, например, белую розу, да? Идете сюда, берете вот эти оттенки, и прям вот, ну, не самого первого, а вышиваете. Вот у вас будет белая роза. Это зеленая серединка. Либо, если у вас там сирень, в общем, подбираете серединку под цвет там вашей ткани и общего колорита, и вот так вышиваете там белую розу. В постельных тонах можно что-то выбрать. Вот этим эта книга просто вкладесь. Вот именно цветоведением, да? И вот здесь пошли сочетания. Ну, как у нас по кругу, да? Комплементарные – это противоположные цвета. Разделенная – это разделенная, комплементарная – это такой мерседесовским знаком. И триада – это когда три равноудаленных. И вот здесь она говорит, что вот это у нас основной коралловый, комплементарная – зеленая авокадо, разделенные, комплементарные – вот эти цвета. И триада – это вот эти. То есть вот раз сочетание, два сочетания, три сочетания. И таким образом вы под свой любимый цвет, да, можете найти любое, что вам нравится. То есть сразу подобрать. То есть берете, допустим, вот эти оттенки в палитру, и вы хотите триаду. Вот эти оттенки и вот эти оттенки. Все, у вас уже все прекрасно, и вам как бы ничего не надо. А все это описание есть, опять же, вот здесь вот все номера цветов есть. Вот этим, конечно, эта книжка просто бесценна. И вот потом у нее здесь еще есть такие авторские палитры. Ну, собственно, как бы свой подбор цветов я подчеркнула из этой книжки. То есть как я палитры составляю. Здесь вот объяснение, как это делается. И вот какие-то ее авторские такие палитры. Вот гармонизирующие. Вот для изучения цветоведения эта книжка просто бесценна. Я ее как бы вот всем рекомендую. Вот. Вот, вот, вот. То есть то, что она дает какую-то там гладь, это, знаете, это вообще как бы, ну, можно в ту часть даже не смотреть. Не, можно посмотреть, если интересно. Потому что вот как вышивать птиц, вот эта вот гладь, она немножко разная. Да, есть как вышиваем цветы, когда плавный переход. А есть вот, как она называется-то, господи. Ой. Анималистическая. Вот. Анималистическая гладь, она немножко другая. Вот мы анималистическую гладь как раз посмотрим на ботанике зверушек и птичек по вышивам. Вот. Ботанику еще раз, секундочку. Вот все, что касается ботаники. У нее есть прекрасная девушка. Винтаж Ботаникал Пейджс. Вот все книги, которые у меня есть по ботанике, я заказывала у нее. Вот эта современная книга, вот она вся с классными иллюстрациями, да. То есть, можно посмотреть, ну, к сожалению, здесь прямо вот взять отсюда и вышивать не очень. Надо адаптировать, потому что они часто без корешков, ну, какие-то основные, да, данные. Вот. То есть, немножко корректировать надо. Но в целом посмотреть, как выглядит растение, вдохновиться, стилизовать его очень даже. Вот. Такая книга. Она современная и как бы доступна, по-моему, к заказу всегда у нее. Вот. Wild Flowers. Британии и Ирландии. Вот. Потом, что у меня еще есть. Вот такое вот винтажное издание, букинистическое. Здесь вот уже немножко в другом стиле, видите, в картинке. Здесь уже рисованные. Вот. Какие-то можно уже даже прямо брать. Брать и вышивать. Но все равно надо адаптировать все. Вот у нее бывает попадаются книжки, где вот прям, что не рисунок, то готовая вышивка. Но вот у меня таких, к сожалению, нет. У меня вот такие вот. Оксфордбук диких цветов. Так, что еще? Вот пришла мне книжка. Травы. Папоротники. Чего-то еще. Такая вот она маленького формата. Но здесь вот прям, вот здесь прям то, что вот мне надо. Да? То есть, от и до растения показано. И как оно группой растет. Вот как оно вот выглядит, группа таких цветочков, веточек, да? Вот это прям очень важно, потому что если вот я строю вышивку, да, то я же не по одному, не по одной веточке там надираю. А мне надо, как они растут, чтобы было похоже. Вот. Пробежала мимо меня одна обалденнейшая книжка. Но вот она была в единственном экземпляре, какая-то редкая. Там прям были, ну, как бы поле, и вот в поле разобрано, что с чем, где, как растет. То есть, вот для меня это прям кладезь была. Ну, вот убежала книжка. Но я надеюсь, поймаю еще такую. Вот. Вот такая вот. Видите, здесь прям все веточки разобраны. Ну, тоже как бы, ну, надо адаптировать. Рожь, пшеница, колосочки. Вот я как раз здесь вот ради папоротников ее брала, чтобы посмотреть, как вот папоротники правильно растут. Вот. Ну, чтобы не делать развесистую клюку, да, а как-то вот более реально, приближено к реальности, чтобы все сюжеты были. Вот такая вот книжка. Вот. Сегодня я уже показывала книжка по птицам. Тоже, в принципе, для вышивальщика посмотреть, как реальные птицы выглядят, очень интересно. Можно прям брать, срисовывать. Они как раз вот... Вот здесь птицы как раз нужного размера, да, чтобы их можно было прям срисовать. Вот дятлы. Посмотрите, какие прекрасные дятла. Вот. И сразу вышивать. Здесь, видите, мало того, что все как бы прочерчено, да, и цвета разобраны, и прям вот... И именно, что это не фотография, а рисунок. Ну, по рисунку проще понять, где что, что хотел сказать автор. Вот. И сейчас я не помню, жду или не жду. Нет, не жду еще, но хочу книжку такую же по животным. Вот. Если будет, мне обещали ее отложить. Вот такую сову, наверное, мы вышьем с вами в прямых эфирах на Ботанике. Мне кажется, она классная. Как раз нам хорошо будет ее вышить. Я уже даже вижу, как ее надо шить. Вот такой вот сову разберем. Вон филин есть прикольный. Вот. Так что Ботаника обещает быть интересной. Приходите. Будем с вами вышивать. А, и по бабочкам. Мне сейчас идет книжка по бабочкам. Вот. Бабочки. Ну, не знаю. Парочку мы, наверное, вышьем с вами на Ботанике. А так бабочки я планирую в Луговую Ботанику. Может быть, летом новый курс. По-другому я построю. Не так, как вот был, который осенью. А по-другому я хочу построить курс. Вот. Чтобы было больше прямых эфиров. И многие вещи мы разбирали в прямых эфирах. Ну, принципы, да. То есть у нас будут уроки для начинающих, чтобы прям вот вы почувствовали стишки и строчки. А потом будет такой блок, да, чтобы, ну, имеющимися уже техниками, стишками и строчками я просто буду объяснять, как вышивать то или иное. Вот, смотрите, какие гнезда классные. Вот, опять же, да, видите, гнездо в траве. Вот оно так выглядит, какая птичка вьет. Ну, чтобы, вот я говорю, развесистую клюкву не делать. А чтобы, ой, голубые яички. Чтобы и цвета, и форму, и все как бы соблюдать. Для этого нужны книжки, чтобы в них черпать свое вдохновение. Посмотрите, какие классные мальчики-девочки. Вот. Синички. Где заказывать? Я, давайте, сейчас я эфир закончу и дам вам ссылки и на ту девочку. Ну, короче, покажу. Это Винтаж Ботаникал Пейджс, я у нее заказываю. Быстрая доставка, очень хорошая девочка, все, все четко. Вот эти книги я заказывала, книги Хендмейд. Вот, девочка тоже, тоже хорошая. У нее, кстати, не только по вышивке, у нее там и по вязанию, и по каким-то цветочкам, и по куклам. И вообще куча всяких книжек, вот, всяких разных. Ну, выбирайте на свой вкус. Она их листает. Там у нее каждая книжка описана. Она вот так вот листает их. Можно примерно понять, там, о чем эта книга. Вот. Но тоже говорю, что бывает такое, что вот три книжки плюс-минус об одном и том же. Ну, как бы я не расстраиваюсь, всегда все пригодится. Я вообще книжный фанат. Вот. Я вообще фанат хороших изданий. И не жалею никогда про книжки. Вот. А у нее сейчас доставка бесплатная. Ну, вот, прекрасно. Как раз, да, успевайте. Я выложу сейчас сторис с названием странички. Вот. У меня даже тоже, да, как... Уточняйте просто, четко смотрите, что внутри. Потому как я купила одну книжку. Я немножко отвернулась. Сейчас повернусь и расскажу. Просто ищу книжку. Не вижу, куда-то ее переложила. Книжка. Я думала, что она с кошельками. А она оказалась с японской аппликацией. То есть там одна маленькая выкройка кошелька, какую, собственно, я сама могу построить. А все остальное японская аппликация. Вот тут тоже надо аккуратней, чтобы не попасть на такую вещь. Вот, видите, у нее на обложке нарисован кошелек. Я, честно, думала, что она про кошельки. А она оказалась вот про вот эти аппликации. То есть тут есть, конечно, какие-то выкройки сумочек, но они все маленькие. И в основном вот как раз даны вот эти аппликации. Вот кто занимается здорово, можно, да, как-то вот что-то там применить для себя. Но мне она так чисто, знаете, чтобы была для вдохновения. Вот. Ну, такие какие-то сумочки. Ну, я посмотрю принцип, как тут сумочки даются. Может быть, мы что-нибудь вот такое сошьем с вами тоже. Только ручки надо где-то добыть маленькие. Вот. Вот такие вот дела с книжками у нас. Так дела обстоят. А еще что мне пришло тут. Вот что я хотела вам показать. Для тех, кто в курсе по кошелькам, помните, шел разговор у нас о специальных штучках для закрепления фермуара перед пришиванием. Ну, в общем, я же экспериментатор. Я их себе заказала. Что могу сказать? Вот эта вот конструкция из булавки и резинки, она и лучше, и надежнее. Только что пальцы колят. Вот. Потому что здесь иголочка тоненькая, и следов она никаких не оставит. И резинкой мы прям вот надежно закрепим. Вот эти штуки, не знаю, может быть, потому что они китайские, но мне вообще не понравилось качество. Потому что, во-первых, они все разной длины. Вот вообще все разной длины. И не так, чтобы две одной длины, две другой длины. Нет, они все какой-то разной длины получаются. Вот эти вот штырьки у кого-то вставляются нормально, у кого-то вообще не вставляются. В общем, короче, такая... Они недорогие, да, но при этом... Ну, в общем, короче, я не рекомендую их к покупке. Я не думаю, что вот прям без них нельзя обойтись. Можно прекрасно с помощью резинки и булавки. И даже, наверное, будет это понадежнее. Потому что, видите, они как-то... Не знаю. Ну, в общем, короче, не знаю. Я, скорее всего, ими пользоваться... Только я буду, если только в эфире для красоты или там для фотосессий красивенько сделать. А по большому счету вряд ли. Вот. Вот. Вы решайте. Нужно вам... Для фотосессии они будут симпатично смотреться. Да. А для дела... Для дела вряд ли. Вот. Вот. Наши все. Найдите вот маленьких. Ну, либо простые. Можно их отпилить. Хотя нет, отпилить нельзя. Потому что надо, чтобы остренькие были. В общем, вот это наше все. Нет, иголочки нет таких. И не надо тебе, Дин. Вот реально не надо. Вот. Попробуй найти вот примовские короткие вот такие булавки. И это все, что надо для счастья. Чтоб не кололось, можно... Вот когда вы вот такую конструкцию закрепили, да... Давайте прям показывать, что... Голословить. То есть, что можно сделать, чтобы не колоться? Потому что вот эти очень острые булавки, я очень сильно колю ими пальцы. Вот. Вы закрепили эту конструкцию. И чтобы обезопасить свой палец, да, можно просто взять еще кусок резиночки. И вот так вот, чтобы не колоться. Да. Вот так сделать просто и все. Мне кажется, что это будет вообще лучше, чем вот эти прикреплялки. Потому что они толстые. Они прям реально достаточно толстые. Я боюсь, что они будут оставлять дырки на ткани. Да, прям с трудом идет. Ну, конечно, на изнанке не видно, но да, дырочку оставляет. На очень нежной ткани, конечно, их не будешь использовать. Ну, в общем, вот. Я вам показала приспособление. Силовые кнопки и заглушки для сережек. Да, конечно, можно, можно, да. Но силовые кнопки, они тоже, понимаете, толстые. Чем вот эти булавочки хороши? Тем, что они тоненькие и следа не оставят. Вот. Можно попробовать заглушки для сережек, кстати, и для этих булавок. Вот. А, в принципе, магазин неплохой. Мне понравился скоростью доставки. То есть мне за три дня все пришло. Вот. Только единственное, что я уже не... А, вот как он называется. Вот. Я надеюсь, видно. Еще мне бонусом прислали вот такие наклеечки две. Вот. Видимо, для упаковки. Ну, приятно. Мелочь, а приятно, как говорится. Вот. Что еще я там купила? Вот такой, вот такой необычный фермуар. Я почему-то думала, что он будет поменьше, но он достаточно крупный. Вот. И теперь думаю, что бы с ним такое сотворить. Потому что он реально прикольный. Я таких вот на Алиэкспрессе, во всяком случае, я таких не видела. Вот такой вот он. Неожиданный. Даже, видите, есть для ручки. Вот. И купила себе вот такое огромное фермуарище. Что-то я тоже думала, что он будет поменьше. А он прям такой, знаете, редикюль. Вот теперь тоже думаю, что с ним делать. Ну, кстати, я предполагала, что он будет большой. Поэтому сразу купила ножки. Видимо, буду какую-то сумку делать с жестким дном. Вот с такими ножками. Там вообще, кстати, много всякой фурнитуры для сумок. Вот ножки мне тоже прям понравились. Это уже, знаете, прям профессионально будет выглядеть сумка. На дно ножки сделать можно. Дно сделать там кожаным или из искусственной кожи. Вот, да, кстати, да. Я тоже подумала, что вот как раз сумочка для телефона – это то, что мне надо. Вот на море с собой. И как раз мой телефон, мой телефон в нее прекрасно влезет. То есть тут я еще сделаю побольше. Такой вот телефон, карточка. Ну, в общем, такая штучка. Вот, так что вот. Ждите моих экспериментов. Я с вами обязательно поделюсь результатами. Сумочку для театра у меня будет, она, во-первых, бархатная. А вот эта – это большевато для сумочки для театра. Это скорее, знаете, такая прям основательная сумка. Вот. Ну, я к ней еще цепочку сразу купила, да, такую тоже основательную. Вот. То есть прям все как положено. Это у меня будет большая сумочка, ридикюльчик. Не знаю, для чего еще. Для поездок в разные города. Вот я ее буду брать с собой как дамскую сумочку. Вот. И буду форсить в разных городах со своей такой сумкой ручной работы. Да, и она асимметричная. Она просто вот таким уголочком. Давайте камеру повыше подниму. Вот просто такой уголок. Чем она меня, собственно, и привлекала, потому что я никогда таких не видела. Интересно. Надо с ней что-нибудь придумать будет. Интересненькая. А, да, да. Сейчас скажу. Смотри. Когда ты шьешь кошелек, самое ответственное место это, чтобы вот здесь вот все сошлось. Вот. Поэтому, когда у тебя, вот, ты складываешь две выкройки, да, чтобы не быть голословно, сейчас я тебе что-нибудь покажу. Вот у меня недошитый мой кошелечек. Вот, когда ты складываешь детали, у тебя вот эти места надо по одному прошить, а вот это вот по-другому прошить, да, то у тебя самое ответственное место это вот этот узел. Тебе, чтобы был красивый кошелек, надо, чтобы вот в этом узле все сошлось ровно. Вот, все сошлось.